О качестве школьного питания, уборке снега, вопросах здравоохранения и развития туризма. Первое в новом году совещание губернатора Подмосковья с членами правительства и главами муниципалитетов посвящено самым актуальным темам. Первая тема на повестке дня – уборка снега. Сложные погодные условия, по прогнозам, сохранятся до конца следующей недели. Губернатор поручил в период снегопадов действовать оперативно и слаженно. Наша задача, чтобы и тротуары, и дороги, вся система ЖКХ соответствовала самым высоким стандартам. Мы также традиционно видим обращения граждан. На все эти обращения прошу обращать внимание, реагировать и устранять. Наш стиль работы в части открытости, обратной связи не претерпит никаких изменений. Андрей Воробьёв отметил, что в этом году Подмосковье ждёт модернизация общественного транспорта. Большие автобусы, выполнение расписания, особенно в час пик, являются для нас, конечно, очень важной задачей. Человек не должен беспокоиться, как попасть на работу, как вернуться домой со школы или с любого другого места. Вопросы сферы образования также на повестке. Губернатор отметил важность качественного питания. Министр образования отчитался об итогах опроса, в котором приняли участие 870 школьников. Большинство школьников, как следует из опроса к качествам школьного питания, довольны. В топ-3 городов с наибольшими положительными показателями вошёл Серпухов. Подобные опросы будут проводиться пять раз в год. Взрослые оценить качество питания их детей в школах могут с помощью программы «Родительский контроль». На школьном портале, когда родитель записывается на «Родительский контроль», у него появляется вот такое окошко очень простой анкеты, которую мы просим заполнять. И, соответственно, мы моментально видим результаты. Всего с начала данного учебного года, с 1 сентября, у нас поучаствовало в «Родительском контроле» больше 22 тысяч родителей. Обсудили также культуру и туризм. На территории региона работают интересные выставки. В Серпухове это уникальная экспозиция «Образ и смысл. Голландская живопись 17 века» в Историко-художественном музее. Развлекательные мероприятия в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье» продолжаются. Полтора миллиона человек посетили парки Подмосковья всего за девять дней праздников. А в 20 парках региона жители и гости встретили новогоднюю ночь. В Серпухове центром торжества стал парк имени Олега Степанова. Новая ледовая площадка в парке «Питомник» стала местом проведения шоу «Ледниковый период» Илья Авербуха и сказки «Белоснежка» Татьяны Навки. 262 катка работают у нас в этом году. Добавилось у нас 4 новых катка. Это Воденцово, парк Малевич, Люберцы, Наташинские пруды, Домодедово, площадь центральная и Серпухов, питомник. Традиционно важная тема – здравоохранение. В приоритете – социальная поддержка медработников. «Обращаю внимание, что врачей нам нужно привлекать больше, узких специалистов. Мы знаем проблему первичного звена, поэтому увеличили пока в два раза, думаю, получится больше, социальную ипотеку для врачей. Дополнительно с 1 января мы ввели доплату за аренду жилья, это 20 тысяч рублей в месяц. Она коснется почти 2 тысяч врачей. Это еще один серьезный стимул для того, чтобы закрыть или закрывать потребность врачах». Андрей Воробьев напомнил, что максимально эффективное выполнение президентских программ остается приоритетной задачей для команды губернатора. 20 января глава региона отчитается перед жителями и депутатами о выполненном в 2021 и планах на 2022 год.